Всем привет, друзья! С вами Андрей и Максим. Всем привет! Итак, это третий уже выпуск. Угадай сборную по игрокам из клубов. Итак, сегодня у нас 5 сборных, которые участвуют в Кубке Америки 2019 года. Собрал я 5 сборных интересных, которых и легко отгадать. Ну и давайте вам напомним правила этой рубрики. У Максима есть на все 5 раундов только 4 выбора каждой линии. То есть он может выбрать за всю игру только одного игрока из нападения, одного из полузащиты, одного из защиты. Также плюсом идет и вратарь на четвертый раунд. Ну и на один я ему сам выбираю позицию и говорю ему игрока. Итак, ну что, с чего начнем? Тебе легкого или трудного? Давай трудного, че уж. Так, ну трудно-трудно. Итак, схема 4-3-3. Три центральных полузащитника. Давай центральный нападающий. Итак, центральный нападающий из футбольного клуба Монако. Хм-хм. Блин, а сейчас... Блин, я забыл. Прикинь, я забыл в какой стране он играет. Ну, ты футболиста-то понял какого? Да. Попробуй, может, еще какую-нибудь позицию. Да не, сейчас, подожди, я вспомню. Блин, сейчас. Должно что-то на ум прийти. Так, Колумбия, Колумбия. Может, сейчас, сейчас, сейчас. Может, Колумбия реально. Давай Колумбия скажу. И ты угадал. С первой попытки это был Радамель Фалькао. Вот, я понял, я, я что-то подумал, это Эквадор или Колумбия, что-то, блин. Итак, это что у тебя получается за первого 10 баллов, да, из первой попытки? Ну. Вроде 10. Так, 10. Итак, ну, давай дальше тебе. Давай вот эту. Такая же абсолютно схема 4-3-3. Теперь Максим не может брать игроков из нападения. Давай вратаря. Так, секундочку, здесь прям такой вот клуб. Я знаю, я точно сейчас еще и проверю, как это название клуба. Но, если на всякий случай, что прям точно это было, это вроде Рейсинг. Да, это Рейсинг Клуб Де Авеланде. Дам тебе подсказку, это аргентинский клуб. Рейсинг. Так. Ну, блин, ну это же не, не говоришь, ну это же не факт, наверное, что типа это Аргентина. Ну, все возможно. Давай правого защитника. Правый защитник из Фенербахче. Блин, легче что-то не стало. Ну, тут именно вот по таким позициям прям нельзя прям точно в этой сборной прям попасть. Давай, левый защитник. Так, левый защитник, его даже нету в FIFA, но я знаю его клуб, это Универсидат. Универсидат. Капец. Так, сейчас тебе даже скажу, Универсидат это исковой страны клуб. Откуда? Сидада. Так. Это что так? Это... Пишут, что это... Чилийский. Вот. Да. Чилийский. Чилийский клуб Универсидат. А можно же нападение? Ну, теперь уже можно. Ну, давай центральный нападающий. Вот тут ты прям вот сильно и не попал. Это... Тайгерс клуб. Мексиканский, если не ошибаюсь. Да что у них солянка какая-то? Какой клубешник-то? Я же сказал. М? Тайгерс. Давай правый нападающий. Сейчас даже... Да, это Тайгерс из Мексиканской лиги. Вот этот центральный нападающий. Ты говоришь правого тебе, да? Правый. Так. Ну, тут тоже сейчас. Фу. Так. Итак. Неизвестный сразу говорю игрок. И это тоже из этого чилийского клуба Универсидат Католика. Вот. Так. Ладно, что тут... Давай угадаю сразу. Давай, Чили. Итак, получается, ты воспользуешься вратарем, правым защитником, левым защитником, нападающим и правым. Ты теряешь 5 баллов. Итого, ты зарабатываешь 6 баллов. Это сборная Чили. Ура! Тут вот можно было как-то попробовать вообще. Ну, на левом нападающем Санчес стоял из Манчестера. Можно было как-то догадаться. На правом центральном полузащитнике Видаль. На левом центральном стоял Орангус. Типа Байер. Там можно было как догадаться. Ну, и на правом центральном защитнике стоял Гарри Мидель. Ну, тут тоже как-то Турция. Все это Бешикташ. Так что трудно. Ну, короче, я самые такие плохие позиции брал. Ну, да, тут даже я, потому что эти клубы наизусть бы и не запомнил. Ну, что же, давай. Третья сборная. Схема. 4-2-3-1. Два цопника и два ЛПшник. ППшник. Цапник. Два цопника. Ну, да. Понял. Итак, ты не можешь, получается, теперь брать нападение вратаря. Ты можешь теперь либо полузащита, либо защита. Давай опорный полузащитник. Левого или правого? Левый. Левый из футбольного клуба Наполи. Так. Наполи, Наполи, значит, ладно. Ммм. Давай правого опорника. Правый опорник из Барселоны. Ммм, блин, я Барселону забыл. Ну, тут и не сказать, что он как бы и в Барселоне опорника играет, но именно вот в последних матчах за эту сборную он играл именно на цопнике. Так, а кто, 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 кто в Барселоне играет? Блин. Сейчас как-то сложно. Последние матчи, да, говоришь? Да. Так, ну, блин, это не Чили, значит. Ну, логично. Это не Видаль. Блин. А кто там у них еще есть? Ракитич. Ладно, давай рискну. А, нет, не рискну. Так, давай нападающего центрального. Ливерпуль. Что, Бразилия все-таки? Ну, это твой окончательный ответ? Да. Да, это сборная Бразилии. Фирмина в нападении. Слева в опорке был Аллан из Наполя, а справа это Артур. Блин. А я единственного бразильца, который помнил, это этот, Малком. Я думаю, какой он, блин, опорник. Ну, да, ну, кстати, в этом матче, вот, не на позициях своих играли Каутиньо, он играл на Цапнике. Ну, хотя он может играть на Цапнике. И также Джезус играл правого полузащитника, а не в нападении. Итак, 8 баллов получает Максим за бразильцев. Ну, и теперь осталось две последние сборные. Ну, и давай вот эту, пожалуй. Схема 4-1, 3-2. Один Цапник, левый полузащитник Цапник, правый полузащитник и два нападающих. И теперь, Максим, получается, можно только защиту выбрать. Давай левого защитника. Аякс. Аякс, так, Аякс. Аякс. Давай левый центральный. Левый центральный защитник из Манчестер-Сити. Так, тут что-то интереснее, да, уже? Ну, да. Что-то, значит, какой-то известный чувак. Мне так кажется, знаешь, вот что-то вот. Тебе не кажется, что это известный чувак? Левый центральный защитник? Давай правого центрального. Правый центральный. Ну, это тебе не сильно, даст, это Фиорентино. Давай правого. Защитника. Это Тоттенхэм. Так, вот это еще интереснее. Ну, я тебе дам такую подсказку. Во-первых, правый защитник, которого ты сейчас сказал, что он из Тоттенхэма, я, он, во-первых, не по своей позиции играет. Ну, и, во-вторых, это единственный серебряный игрок в этой сборной. Именно в этом матче он был старт. Все, я понял, 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 понял. И твой ответ? Это Аргентина. Да, это Аргентина. Это Глеофико слева в центре от Амэнди и Пиццелла. И вот, я вообще вот не знал даже о таком существовании игрока. Фойф его зовут. 70 рейтинг из Тоттенхэма. А я думал, Ламелла. Ну, тоже можно было. Так, и это получается... Ты сказал не под своим позициям? Ну, он центральный защитник, на самом деле, но играл по праву. Итак, за сборную Аргентины ты получаешь 7 баллов. Ну, и последняя сборная 4-4-2. Ну, и теперь я тебе здесь уже называю позицию. Так, какую бы тебе позицию? Так, назвать, чтобы поинтереснее было. Не надо. Так, какую, какую, какую? Ну, давай. Белый легкий легкий. Центральный правый полузащитник из мадридского реала. Центральный правый полузащитник. А кто в реале играет? Странный вопрос, да? Модрич. Ну, конечно же, Модрич у нас этот... Да, южноамериканец. Да, вот как японцы. И катарцы. Катарцы тоже. Реал Мадрид. Блин, ну, тут с первого раза надо угадывать. Давай центрального нападающего. Левого или правого? Левого. ПСЖ. Ты понял я, что я догадался, да? Я понял. Уругвай. Да, это был молодой игрок серебряный Вальверде. 73 рейтинг. Ну, это мне ничего не дало. Эдинсон Кавани. Я мог тебе, конечно, там ППшника загадать. Он вообще... Ну, я такого вот клуба, честно, вот не знаю. Поэтому и не стал тебе. Ну, вот Мадридский Реал, но это мало, чтобы дало тебе. Поэтому вот я его и загадал. Итак, у тебя получается... Сейчас быстренько мы посчитаем, сколько ты заработал за этот выпуск. 40 ровно баллов Максим зарабатывает. Да, до пятидесяща. Вот. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, на наши инстаграмы. Ссылка будет в описании. Ну, и давайте наберем 15 лайков и выйдет уже четвертая часть этой рубрики. Угадывает Максим сборные по... Давайте 16. Сборные по клубам. С вами был Андрей. И Максим. Всем пока. Всем пока. Пока.